Богдан Далинц, эксперт по вопросам развития авиационного рынка, член Общественного Совета Госавиаслужбы. Богдан, здравствуйте. Здравствуйте. 14 СУ за две недели, 14 истребителей сбили вооруженные силы Украины российских. С чем связана такая результативность ВСУ? Как удалось приземлить столько российских самолетов? Да, смотрите, если говорить о изменении, которое произошло с точки зрения частоты потерь достаточно современных самолетов, здесь, скорее всего, может играть несколько факторов. Первый важный фактор. Мы видим, что после уничтожения А-50-го, уже второго, их полеты на Азовский море были прекращены. Эта система позволяет в том числе обнаружать средства противовоздушной обороны. И таким образом, фактически, туман войны стал намного больше. России теперь сложнее находить и определять место расстановки систем противовоздушной обороны, обходить эти районы и в том числе пытаться эти системы уничтожать. Это первое. Второе очень важное составляющее – это то, что, если мы говорим как раз про Су-34, которых достаточно большое количество было уничтожено, то эти самолеты используются очень часто для запуска так называемых управляемых авиабомб у МПК производства России. И увеличение интенсивности использования этих авиабомб, оно началось еще с начала боев на территории Авдеевки, и, в принципе, оно продолжается. Достаточно большая плотность этих самолетов позволяет их более эффективно уничтожать. И третий очень важный фактор – это, конечно, использование систем противовоздушной обороны с большим радиусом действий непосредственно в районе боевых действий. Если раньше мы помним, что достаточно большое количество систем они использовались для прикрытия основной инфраструктуры и больших городов, то, скорее всего, часть этих систем была приближена к линии фронта, что позволило войти в радиус действия для уничтожения той или иной авиации. К сожалению, мы видим по тем сводкам, которые приходят, что за последние недели одна из систем была утеряна из современных, но это говорит о том, что эти системы ранее их не теряли не потому, что их лучше прятали, а просто потому, что их не применяли непосредственно на линии фронта. С началом их применения, конечно, мы ожидаемо, могут быть потери определенного количества систем, но при этом мы видим эффективность, что самолеты фактически каждый день уничтожаются по одной или по несколько единиц. Скажите, а вот эти 14 сушек, насколько они ощутимы для российской авиации и сколько это в деньгах? Ну, смотрите, если мы говорим об условном Су-34, то стоимость такого самолета, она на самом деле может доходить до десятков миллионов долларов, вот в зависимости от комплектации, от серии и так далее, то в целом стоимость одного военного самолета, она составляет порядка от 50 до 70 миллионов долларов. Вот, если это серийный самолет, то, конечно, может быть исключение, но, как правило, меньше 30-40 миллионов долларов самолет не стоит. Это с одной стороны. Поэтому речь идет о сотнях миллионов долларов потерянных. С другой стороны, если мы говорим именно об этих последних Су-34 и Су-35, то мы должны понимать, что этих самолетов, в принципе, Российской Федерации имеет не так много. По состоянию на начало 2023 года было известно о том, что их на вооружении стоит немного чем более сотни единиц, там порядка 115-120 для Су-34 и где-то приблизительно такое же количество для Су-35. Вот поэтому потеря нескольких десятков самолетов данных типов за достаточно короткий период, здесь речь может идти о снижении потенциала, там порядка на 10-15% от всего авиапарка данных самолетов. А сколько Россия может в месяц производить таких Су, откуда она берет комплектующие, какие у нее потенциалы в этом, какой? Да, ну, смотрите, здесь ситуация достаточно сложная, потому что те данные о производстве и Су-34, и Су-35, и в том числе Су-57, которые были, это, как правило, данные еще довоенных производства. Вот, и, например, за 2023 год было произведено Су-34 6 машин, Су-35 10 машин. Су-57-х четыре машины. Но это производство, оно базируется еще на базе тех компонентов и комплектующих, которые покупались по факту до 2022 года и на протяжении 2022 года. В 2023 году мы понимаем, что количество и поставки комплектующих, и микросхем, оно было достаточно усложнено. Вот, запасы на складах, они продолжают исчерпываться. Кроме того, необходима часть запасов для поддержки существующего авиапарка. И, в целом, за результатами 2024 года, скорее всего, мы увидим или снижение, в целом, количества производства самолетов, или его, по крайней мере, то, что он останется на том же уровне. Вот, потому что, в целом, если говорить о тех планах, которые Кремль ставил по производствам самолета, они планировали произвести, условно говоря, до 2022 года 138 единиц самолетов того же Су-57. Но, по факту, им удалось произвести только 11 самолетов, что более чем в 10 раз меньше плановых показателей. Вот, ситуация по другим маркам и моделям самолетов аналогичная. Вот, все-таки, производство Су-57 более сложное, потому что это сверхсовременный самолет по сравнению с другими. Но, все тот же дефицит и доступ к западным станкам, к западным микросхемам, к западным комплектующим, он неумолимо снижает потенциал российского военно-промышленного комплекса в возможности производить военную авиацию. Скажите, а какой процент выживаемости летчиков при сбитии военных самолетов? Ну, это достаточно сложный вопрос. Все-таки, необходимо эти данные уточнять у систем противовоздушной обороны или у военных, потому что они ведут эту статистику. Но, в целом, если говорить об эффективности систем самих ПВО, то, как правило, для советских систем этот показатель лежит в границах от 30 до 50%. Это имеется в виду, что одна запущенная ракета с такой вероятностью может уничтожить воздушную цель. Для того, чтобы увеличить этот процент, как правило, запускаются сразу две ракеты. Это позволяет увеличить вероятность уничтожения воздушного судна до 70 и выше процентов. Если мы говорим о западных современных высокотехнологичных системах противовоздушной обороны, то здесь показатель как раз лежит для запуска одной ракеты порядка 70-80%. Если мы говорим о запуске сразу двух ракет, то, как правило, этот показатель доходит до 90 и более процентов. При этом мы понимаем, что есть определенная вероятность, что сам летчик погибнет или выживет. Там сложно так оценить. Все-таки необходимо брать статистику. Скорее всего, вероятность будет один к трем, что он физически может выжить, если успеет катапультироваться. До того, как ракета просто долетит до самолета или его уничтожит. Поэтому, сравнив эти цифры, речь, скорее всего, идет о том, что выживаемость российских пилотов для противодействия, например, советским системам ПВО порядка где-то 40%. Если мы говорим об выживаемости российских пилотов, например, противодействии западных систем, то здесь, наверное, показатель еще ниже, где-то 1 к 3. Как Россия восполняет потерю летного состава? Сколько времени нужно, чтобы подготовить профессионального летчика-истребителя? Сколько в год, если есть такие данные, сегодня Россия выпускает таких летчиков? И как эти возможности России с начала полномасштабного вторжения увеличились или, наоборот, уменьшились? Это уже санкции, эти летные часы, которые им нужно налетывать, если можно так сказать, деньги, которые нужно в них вкладывать в обучение этих летчиков? Да, ну, смотрите, подготовка летчика – это достаточно длительный и очень дорогой процесс. В разных государствах эта стоимость, конечно, варьируется, но в целом, как правило, речь идет от миллиона и более долларов. Это стоимость только подготовки одного пилота. Кроме того, если мы говорим о пилоте первого класса, то стоимость его подготовки может достигать 5 и более миллионов долларов. Туда входит как обучение, так в том числе и налет необходимых летных часов. С другой стороны, если говорить о возможности подготовки такого летного состава, то все-таки есть две составляющие. Первое – большое количество гражданских летчиков на территории Российской Федерации – это, как правило, бывшие военные летчики, потому что для многих вход в авиацию, он, в принципе, по-другому невозможен. Стоимость обучения пилотами и налет необходимого количества часов – это стоит десятки тысяч долларов. Люди таких денег не имеют, поэтому многие идут просто пару лет отслужить, условно говоря, отучиться в летном училище, отслужить пару лет в военной части летной. После этого увольняются и уходят работать уже в гражданской авиации. Поэтому, как правило, речь может доходить до 50% более. Это тех пилотов, которые, в принципе, можно их в любой момент взять с гражданской авиации, провести достаточно недолгие по времени курсы, и они с удовольствием будут в курвал. Но при этом, понимаете, что летчики не первого класса, они никогда для себя не ставили цель карьеру быть военным пилотом, поэтому фактически подготовку уровня этого пилота необходимо будет делать практически с нуля, для того, чтобы переучить с гражданских полетов с одной стороны. С другой стороны, мы понимаем, что все-таки они, как правило, более умные, они ушли именно с военной авиации, понимая, что там нет будущего и им некуда развиваться. Поэтому выполнять сложные или опасные задания такие пилоты, скорее всего, просто откажутся или не будут. Все мы помним, как в начале 2022 года, когда те или иные воздушные суда Российской Федерации залетали на территорию Украины, и более разумные пилоты, они, например, не сбрасывали авиабомбы на города, они просто их сбрасывали где-то в полях. И такое количество пилотов может, конечно, увеличиться, но при этом мы понимаем, что, например, те пилоты, которые были готовы нарушать международные законодательства, которые были готовы выполнять сложные и опасные задания, их количество стремительно уменьшается, в том числе используя украинские системы противовоздушной обороны. Поэтому это те пилоты, которые имели достаточно большой опыт, они уничтожали мирное население в Сирии, они летали в других странах, в том числе применялись и в других военных конфликтах. Поэтому их уничтожение – это достаточно важный вклад в победу. Кроме того, эти пилоты больше не смогут быть ни инструкторами, ни руководителем курсов подготовки, потому что мы видим, например, в течение 2023 года достаточно большое количество пилотов, которые Россия теряла. Это были пилоты-инструкторы, пилоты-командиры частей. И, как правило, это может прийти к тому, что заполнять придется теми кадрами, которые есть. И, скорее всего, они будут не настолько иметь проблемы или с психикой, или с пониманием международного законодательства. Поэтому они, скорее всего, будут меньше рисковать. Это означает, что они будут меньше наносить эффективных ударов. За январь-февраль вооруженные силы Украины уничтожили два самолета А-50 в том числе. Сколько их всего в Российской Федерации и в каком они состоянии? Потому что вчера мониторинговая группа «Крымский ветер» заявила, что почти половина в нерабочем. Да, если говорить о 50-х, то в целом речь шла о порядке 17-18 самолетах. Из них где-то, наверное, самолетов 7-8, они фактически являются непригодными для эксплуатации. Их используют как условный склад запчастей. Они стоят на перронах и, в принципе, требуют капитального ремонта или обслуживания для того, чтобы подняться в небо. Из тех 10-11 самолетов, которые были рабочие и, как правило, применялись ранее, после потери двух самолетов, скорее всего, речь идет о том, что Российской Федерации осталось около пяти самолетов А-50У, это улучшенный, и около трех самолетов А-50 более старой версии. Поэтому 8-9 бортов – это то максимальное количество, которое на сегодняшний день владеет Российская Федерация. Магдан, спасибо вам большое. Магдан Долинц, эксперт по вопросам развития авиационного рынка, член Общественного совета Госавиаслужбы, говорили о летном потенциале Российской Федерации, о том, как вооруженные силы Украины активно сбивают российские сушки и какой будет иметь эффект на боевых действиях на фронте. Спасибо. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал Freedom, чтобы не пропускать главного. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова